Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков. Юрий, в прошлом видео я рассказал о том, что новости нам регулярно врут, что акции, мы постоянно читаем, что акции постоянно падают, акции это ненадежно, акции это очень-очень такая субстанция, где только зашел на биржу и тут же разорился. Но это не так, потому что новости, я в прошлом видео сказал, что новости не просто приукрашивают, а новости ищут негатив, умышленно ищут негатив и кормят нас этим негативом. Я не знаю, зачем это делают, потому что плохие новости продаются лучше. И вот прямо сейчас я хочу продемонстрировать еще на одном примере о том, что акции не только падают, но и растут. Итак, я покопался немножко и нашел лидеры роста акций. Давайте посмотрим, сколько же можно было заработать за прошедший год, вложив деньги в акции. Сразу хочу сказать, нервы просим не смотреть, потому что вы можете испытать шок. Итак, смотрим. Такой сайт, Profit House, я не знаю, что это такое, но вот он наиболее красиво показывает лидеры роста и падения на московской бирже и среди акций. И я отсортировал это вот за один год. Здесь есть за 6 месяцев, за 3 месяца, за 1 месяц и так далее, с начала года, за 1 год. Итак, на первом месте, тадададам, 241,67% Павловский автозавод. Павловские автобусы, базики наши, 241% роста за год. Что это значит? Это значит, что более чем в 2 раза, в 2,5 раза почти инвестиция увеличилась. Ну что такое Павловский автозавод? Мы про него мало что знаем. На втором месте, Иркут-3. Что такое Иркут-3? Вертолеты, военные заказы. На третьем месте, 124% Калужская сбытовая компания. Калужская сбытовая компания. Я живу в Калужской области, я не знал об этом. 124%. Ну хорошо, это маленькие компании. Северо-западное пароходство, 87% роста, плюс 87%. Тамбов Энергоснаб, тоже сбытовая компания, энергосбытовая компания, так же как Калужская. ДЭК, я не знаю, что такое. И вот из голубых фишек первая акция, из голубых фишек это Новотек. Новотек. 63% роста дала компания. Это голубые фишки. Это очень-очень крупная компания. Одна из крупнейших компаний на московской бирже. Кто там владелец, основной не помню. Вексельберг, по-моему. Но суть не в этом. Дело в том, что Новотек чем занимается? Жиженный природный газ. И они в прошедшем году ввели в строй новые мощности по продаже жиженного природного газа. И там еще не все завершено. Они все еще... Еще не все введено до конца. 63% роста. Новотек. Следующее. Выборгский судостроительный завод. Ну, хорошо. Но мы про него ничего не знаем. Дикси. Дикси. Розничная сеть. Дикси. Дала больше, чем лента. Пятерочка и так далее. Дикси. Понимаете? Она вроде загибается. А они очень здорово сократили свои расходы, насколько я понимаю. И 57% роста дали акции Дикси. Татнефть. Следующее место. Татнефть – это глобальная компания, входит в голубые фишки. Татнефть. Магадан, Энерго. Ну, скорее всего, СНАПы акции привилегированные дали 45% роста. Я хочу напомнить, что за прошлый год в среднем процент по депозиту в банках был в районе 6-7%. В конце года процент по депозитам там стали банки повышать. Предложения есть по 8% и дальше даже чуть больше процентов годовых по депозиту. 8%. Здесь 45%. Значит, смотрите. Новотек 63%. 8,63. Во сколько раз отличается? В... Ну, не в 10 раз. 5,8, 40. Ну, сами считайте, короче говоря. 9,8, да. 72, 8,8, 64. В 8 раз. В 8 раз выгодней. То есть вы положили деньги на депозит, и они должны лежать 8 лет, чтобы добиться той же, так сказать, доходности, которая дали вам за год акции Новотека. 8 раз. Лукойл. Следующее. 44,94. 45% роста. Лукойл. Глобальная компания. Голубые фишки. КузбТК. Не знаю, что это такое. Кузбасс. Транспортная компания, скорее всего. Вот. Или топливная. Газпром нефть. Следующее. Вот про Газпром нефть знают все. 43% роста. Газпром нефть. Дальше смотрим. Сургут нефти. Газпрефы. А, нет. Газпром нефть. НКНХ. Понятия не имею, что это такое. Вот. Татнефть. Посмотрите. Татнефть. Газпром нефть. А, сначала была Татнефть-ЗАО. Татнефть привилегированные. Дальше. Роснефть. Игорь Иванович Сечин 40% роста дала Роснефть. Не люблю я Игоря Ивановича, поэтому. Но 40% роста Роснефть дала. Сургут нефтегазпрефы. У них вообще не то, что нет долгов. У них бешеный кэш. У них огромное количество денег накоплено в кэше. В долларах. Огромное количество. У Сургут нефтегаза. Они могут. 36% роста дали акции. Почему? Это государственная компания. Она, так сказать, там сказала государство в бюджет больше отчислять. Они дали больше отчислений. Селегдар. Честно говоря, не знаю, что такое. По-моему, агрохолдинг. Вот. Меридиан. Не знаю. Распадская. Распадская. Распадская – это уголь. Это голубые фишки. Угольная компания. 31% роста. Дали акции Распадской. Дело в том, что Распадская не платит дивиденды. Но по всем показателям Распадская дает очень хорошие показатели. У них практически, у Распадской нет долгов. У них идет увеличение продаж за счет того, что угольная промышленность, скажем, в Австралии полностью закрыли уголь. Все отказываются от угля. Сокращение поставок угля на мировом рынке. И вследствие этого цены на уголь год или три года назад начали резкий рост. И за счет этого экспортеры угля начали зарабатывать бешеные деньги. В частности, Распадская. У Распадской сейчас очень хорошо растет выручка. У Распадской очень хорошо, значит, с долговой нагрузкой. Их нет долгов. Это вообще компания практически, вот одна из немногих, наравне с Сургут нефтегазом, практически нет долгов. Очень большой кэш. И они до сих пор не платят дивиденды. И все ожидают, говорят, ну когда-то Распадская начнет платить дивиденды. Вот, они пока еще не платят. Поэтому, как только Распадская начнет дивиденды, их акции взлетят. Вот, у меня есть Распадская в портфеле, я сразу могу сказать. Вот. Алроса, Алмазы России, 31% роста. Есть потенциал? Я думаю, что есть. Башнефть, 31% роста. Есть потенциал? Думаю, что есть. Башнефть очень... В Башкирии там все очень хорошо на самом деле. И там, ну, как-то вот доходы от башкирской, нефтяные доходы, они под контролем и идут в бюджет, в общем-то сказать. А не разворовываются, скажем так. Ливенгук. Честно говоря, я не знаю, что такое за компания. Самар Энерго. Опять же, Энергос бытовая компания, судя по всему. Энергия РКК. Ракетно-космический комплекс энергии. 28%. Оргсинтез. 26% роста. Почему я удивляюсь, Оргсинтез? Вот там метров 300 от меня живет руководитель Оргсинтеза. Олигарх наш местный. Вот, на Бентли ездит, на Мазерате. Вот. 26% роста. Так, я ничего этого не говорил. НКНХ. Так, 25% роста. Самар Энерго. Опять же, Энергос бытовая компания. Наматывайте на Улс. Калужская с бытовая компания. Еще какая-то. Кузбасская там. Так, какая-то еще была с бытовая компания. И вот еще. Самарская. МГТС. Азот. Это удобрение. На удобрение очень хороший спрос на мировом рынке. Удобрение продается за рубеж. Экспортеры очень хорошо себя чувствуют. ТКЗ, КАК. Не знаю, что это такое. Автоваз. Автоваз я... 18,3% дали роста. Автоваз, насколько я понимаю, выходит из лиственной московской биржи. Производит выкуп. Я не знаю, стоит их покупать или нет. Потому что вот так. Акрон. Акрон в голубые фишки входит. Чем занимается, точно сейчас не скажу. 17,38% годовых. Газпром. Достояние России. 17% роста. У Газпрома, значит, Газпром постоянно плющат. Значит, там Газпром постоянно, значит, там против него какие-то суды. В Стокгольме, значит, там в Берлине какие-то обыски. Потому что Газпром строит вот эти вот газопроводы. Южный поток, северный поток. И против него постоянно гонят-гонят волну. А он растет. 17% годовых, несмотря на волну. Когда будет построен северный поток-2, запущен будет южный поток, значит, то, соответственно, я так понимаю, что акции Газпрома должны вырасти, потому что вот это вот давление политическое, ну, когда-то оно должно спасть. Вот. Там ТАЛ. Насколько я понимаю, компания занимается добычей, опять же, редкоземельных металлов. Магаден. Магадановская энергосбытовая компания, опять же. МГТС-5. Пожалуйста. Значит, Ростел. Ростелеком. Ростелеком 14% годовых, доходность. Лен-Энергопрефы, который очень рекомендует брокер открытия, например, да, и многие брокеры рекомендуют Лен-Энергопрефы. Почему? Потому что, не потому что оно уже выросло, а потому что у них очень высокий потенциал роста. Крас-СБ. Красноярский энергосбыт. Вот вы заметили, да, что энергосбытовые компании очень здорово растут. На следующем месте ПИК. 14,5% годовых. Строительная компания ПИК. Все хотят купить квартиру. И несмотря на то, что в недвижимости ПИК спал, вот, ну, АО ПИК, значит, им очень здорово помогло государство. И сейчас часть достаточно большая. Компания ПИК принадлежит государству. 14,56% годовых роста. У ПИКа все в порядке с госзаказами. Реновация – это тоже во многом ПИК. Вот. Ну, соответственно, все у них в порядке. Автоваз при ЕФ-14,47. ГМК Норникель. Еще одна голубая фишка. Норникель. 12,82% годовых. Все равно выше, чем в банке. ЧКПЗ. Честно говоря, не буду врать, не знаю, что такое. Интеррау. Опять же. Там кто-то... Ну, Интеррау. Известная компания. Голубая фишка. 11,27% годовых. Ленэнерго. Ленэнерго, значит, были префы. Сейчас идут, Ленэнерго, обыкновенные акции 10-13% годовых. Мы видим, что префы выросли больше, чем обыкновенные акции. Но это может означать, что обыкновенные акции имеют больше потенциала роста просто. Потому что, ну, не должны они как-то сильно отличаться. Дальше. КРАССБ. Красноярская энергосбыт. До этого были привилегированные Красноярская энергосбыт. Сейчас обычные акции Красноярская энергосбыта. Ростелеком привилегированные. Росбанк. Первый банковский сектор. И Росбанк дал 8,42% годовых. Не так уж и много. И ХИМПРОМ акции привилегированные. 7,08% годовых. Все, что ниже, получается, дали доходность ниже, чем у депозита. Это нулевая доходность. А БРАОДЮРСО. Это шампанские вина. Мы видим ФОСАГРА. Почему-то 1,8%. Это значит, что, скорее всего, будет рост. Ну вот, значит, смотрите. Бурзолото. Что такое бурзолото? Не знаю. Название-то привлекательное. Золото добывают, наверное. Но роста не было. Понимаете? Северсталь. 4,59%. Это очень крупная компания. 4,59% рост. Потому что было очень сильное падение. Я думаю, что у Северстали очень серьезный потенциал к росту. Потому что Северсталь, они сейчас, в принципе, на высоте. Металлургические компании. Ну вот она, недооцененная, судя по всему, компания. Сарат Энергосбыт. Саратовская Энергосбытовая компания. Все выросли, а Саратовская не выросла. Она упала. Думаю, что есть потенциал роста. М-видео. Ну, не знаю. Значит, Яндекс пока не вырос. У меня есть Яндекс. Оргсинтез привилегирован. Минус 2,9%. Ладно. Так, не буду про соседа. Яндекс. Минус 3,13%. У меня есть Яндекс. Я считаю, что у него огромный потенциал роста. МРСК Юга. Не знаю. Московская распределительная сетевая компания, судя по всему. Я думаю, что потенциал роста есть. Рост сети. Что у нас дальше? Из недооцененных. Те, которые падали. Так, и лидеры падения. Давайте вниз посмотрим уже на результаты. Самые плохие. Чего уж там скрывать. Так, Сбербанк. Наш любимый Сбербанк. Минус 20% на акциях. Почему? Потому что, ну, из-за санкций Сбербанк очень здорово упал. Почему? Потому что он очень-очень здорово рос до этого. В прошлом году Сбербанк очень, так сказать, большой рост дал, а потом упал. ДВМП, Дальневосточная Москва, пароходство. 20% упали. Я думаю, что там будет все в порядке. Мосбиржа. 23% упала. Ну, потому что очень много ушло иностранных эмитентов. Вот. Так, ЭВСР. Протек, лекарства, минус 27%. Лензу золото. Это не Ленинград, это Лена. Ленские золотые рудники, привилегированные. 28% падения. Не знаю, почему они упали. Аэрофлот. Аэрофлот, понятно, почему упал. 32% падения. Значит, акции сейчас недооценены. Из-за того, что падение пассажирского грузооборота и вообще. Ну, потому что, потому что тормозится все. У людей падает это самое как-то доходы. Так, что у нас еще есть? Так, Саратовский НПЗ упал таки на 30%. А он был в числе Мечел. Упал на 28%. Урал-Калий упал. Потенциал роста огромный. Так. ОГК-2. А, ВТБ. Очень серьезное падение у банка ВТБ. 30.83. Я думаю, что... Я надеюсь, что он будет расти. Я его закупил. Вот. Я закупил также немножечко, совсем немножечко. Там маленькая доля из банков. Еще закупил Сбербанк немножечко. У меня чуть-чуть Сбербанк и чуть ВТБ. Урал-СИП, АО. Ну, там много всего. Вот так, ЗМЗ запчасти, насколько я понимаю. Так. Красный Октябрь. Система. Система 33% падения дала, но из-за проблем у Евтушенкова. Я думаю, что потенциал роста достаточно большой. Рус-Гидро, Армада. Так, так, так. Давайте уже ниже опустимся. Кто у нас? Мотовилл. 85% падения. Я думаю, что они приближаются к банкротству. Мурманская ТЭЦ. Минус 74%. Вряд ли они обанкротятся. Кто же им даст? Вот. Электроцинк. 62% падения. То есть, ТГК-2. Акции привилегированные. 46%... Сколько там? Да. 48% падения. Ну, я как-то брал облигации ТГК-2. И они мне дали очень хорошие. Ну, это года два назад. Вот. Сами акции падают. Алроса. Интересно. Магнит упал очень сильно. Ну, понятно, так сказать, у магнита. Все знают историю с магнитом. Вот. Вот. Такие результаты. Как мы видим, что далеко не все падает. На акциях можно заработать. И посмотрите. 241% роста у лидера, да? Новотек, первый из этих самых голубых фишек, из крупнейших акций, дал 63% роста за год. 63% роста. Друзья мои, думайте, что делать. Думайте, вкладывать в акции или нет. Не ищите плохих новостей. Ищите хорошие. Они есть. А вот о том, какие акции выбрать, которые... Какие акции имеют большой потенциал роста, вот это вот очень-очень большой вопрос. И о том, как это выбрать, это надо смотреть на показатели фундаментального анализа. И я об этом планирую начать говорить о фундаментальном анализе. Что такое ПЕ, как определить, как всегда, простыми словами, простейшими, элементарными какими-то примерами. Что такое ПЕ, что такое долговая нагрузка, чистые активы. Очень-очень просто, на простых примерах. И, как всегда, ассоциации будут какие-то вот такие житейские, да? Сколько компания должна, сколько ей должны, понимаете, да? Сколько у нее активов. И смотрим капитализация, сколько она стоит, так сказать, и куда смотреть. Поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.